всем привет сегодня хочу вам показать как можно сшить комбинезон из трикотажа я буду шить из стёганого трикотажа также можно сшить такой комбинезон из флиса или из футера с начесом ссылку на выкройку найдете в описании к этому видео переносим все детали на ткань припуски на швы добавляем по пол сантиметра как я уже сказала буду шить из стёганого трикотажа это такое двуслойное полотно с тоникой прослойкой утеплителя манжеты и воротник сделаю из кашкар защитную планку из футера с лайкрой также нам понадобится длина молния в том ткани вверх у молнии пом скрывать вот это защитной планкой длина планки у меня 8 сантиметров а ширина примерно тоже 8 сантиметров то сложно ведь и получается где-то 4 сантиметра приступим пошиву комбинезона сначала берем две задние половинки складываем их лицевыми сторонами друг другу и будем стачивать шов со стороны спинки шить буду на оверлоке 4 ниточной оверлочной строчкой трикотажными иглами номер 80 теперь стачаем все швы реглана сначала к спинке прикладываем рукава источаем вот эти срезы а затем к рукавам пришьем детали передней части теперь нужно приточать воротник из кашкар с и по выкройке воротник из основной ткани поэтому длину воротника делая 0,7 от длины горловины совмещаем середину воротника и середину спинки и притачиваем воротник горловине на оверлоке воротник растягиваем и равномерно распределяем по всей горловине утюжим этот шов к верху изделия теперь будем притачивать молнию берем одну деталь молнии сверху хвостик вот таким вот образом подворачиваем два раза воротник складываем пополам примерно до пол сантиметра делаем с внутренней стороны его по длине и вкладываем конец молнии в сгиб воротника и сначала молнию заколем иголочками теперь воротник с внутренней стороны подгибаем на пол сантиметра вот таким образом и тоже закалываем булавкой и теперь молнию приметаем вручную я приметала молнию с одной стороны и теперь прежде чем приметывать вторую часть молнии на другую сторону нам нужно сделать защитную планку для молнии складываем планку пополам и стачиваем один срез на оверлоке теперь планку выворачиваем на лицевую сторону берем вторую часть молнии хвостик молнии два раза подгибаем и теперь вкладываем молнию в планку и эту планку складываем вот таким вот образом пополам и теперь закрепим молнию и планку вместе несколькими стежками застегиваем вместе обе детали молнии и поставим отметку на голове и отметку до куда будем втачивать нашу молнию и теперь деталь молнии с планкой приточаем на вторую сторону но сначала ее также точно приметаем вручную м Субтитры сделал DimaTorzok Я приметала обе стороны молнии и теперь молнию застегиваем и проверяем, совпадает ли у нас строчка на горловине. Теперь приточаем молнию на швейной машинке. Для этого используем лапку для пришивания молнии. После того, как пришили молнию на машинке, выворачиваем уголки воротника вот таким образом и воротник со стороны вот этой подгибаем на полсантиметра. Сначала заколем иголочками, а затем воротник приметаем вручную. Я приметала воротник таким образом, чтобы строчка с изнанки проходила на полсантиметра ниже оверлочной строчки с лицевой стороны. И теперь отстрочим у молнии полсантиметра от края и отстрочим воротник. Утяжим горловину и воротник. Теперь в конце молнии поставим закрепляющую строчку и лишнюю молнию отрезаем. Выворачиваем комбинезон на изнаночную сторону. И теперь будем одной строчкой стачивать шов на рукаве и боковой шов. Стачиваем шагов шов. Субтитры подогнал «Симон» Осталось обработать низ рукавов и низ штанин. Берем заготовки для манжета. Складываем заготовку пополам, лицевой стороной вовнутрь. Стачиваем этот шов. Далее складываем манжет пополам. Шов у нас получается внутри. Вкладываем манжет в рукав, совмещая шов на рукаве и шов на манжете. Манжет равномерно распределяем и растягиваем по всему рукаву. Истачиваем эти детали на оверлоке. Хвостик от верлочной строчки можно распустить и завязать в узелок. Таким же образом пришиваем остальные манжеты. Еще раз утюжим все швы и изделия в целом. И наш комбинезон полностью готов. Такой комбинезон можно носить как поддеву под верхнюю одежду, а также как самостоятельный предмет гардероба. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok